Я уже сегодня в зале. Занятия даю, занимаюсь. Нам уже поставили наши супер-мега-вентиляторы. Смотрите, какие классные. Чтобы вы понимали, он размером с меня. Больше, конечно, чем с меня на колесиках. Вот такие классные вентиляторы у нас поставили. Они на улице, да, гонять ветерок. Это получается под вот этой крышей тоже жарковато становится. Летом, когда все это нагревается, жарко. Даже на улице становится. Вот так вот. Так что вот такие вот дела. Ну, дорогие мои зрители, я сегодня вам уже сделала одно видео с утра пораньше. Ответила на некоторые вопросы. Вот сейчас буду продолжать свой сегодняшний день. У нас уже начались короткие денечки у Артема в школе. Он выходит в 3 часа дня. Кстати, да, зайду сейчас вот в Меркадону. Потому что мне надо кое-что тут купить. Одну штучку. А вот. И иду за ним. Так как он уже будет выходить. И вот так вот. Остаемся дома вечером. Ничего уже такого особо. Ну, как. Он выполняет уроки. Делает там свои какие-то пазлы. Складывает. Немножко планшет смотрит. Я сажусь работать. Ну, короче. Как-то мы это организовываем. Вот. Потому что, естественно, надо чем-то ребенка занимать полдня. Скоро он подрастет. И вообще там будет школа до 2 часов дня. И все. И до свидос. Вот как мы учились. Кстати, почему арбуз? Это же будет вообще капец. Смотрите. Килограмм. Евро 36. Арбуз. Красивый. Такой четвертиночка. Супер. Вот хотела я знать, почему арбузы. Мы медузы. Мы медузы. Мы похожи на арбузы. Помните этот мультик? Супер. Ага. Значит так. Черешня. 6,29 килограмм. Ну, слушайте. Большая, конечно. Мне так кажется. Да. А вот есть, кстати, бахада депрессия. То бишь, опустили цену. Наверное, давно лежит. Ну, мне нравится, что они хотя бы цены опускают. Смотрите. Было по 6,56. Сейчас 5,10 килограмм. Нормально. Ну, я сейчас не буду ничего брать. Это если мы с Артемом зайдем, то тогда да. Я сейчас не хочу сама тащить. Не буду брать. Так что вот так вот. Дорогие мои. Рассказывайте, как справляетесь с детьми летом. Чем занимаетесь? Куда ходите? Что делаете? Вот. Потому что я... Мне нужно Артема записать на июль куда-то. А в августе вообще он будет дома, наверное. И это будет весело нам. Так что вот такие вот дела. И как я вам уже с утра сказала, в плане организации своего дня, да, это очень важно. Расставить приоритеты. Организоваться так, чтобы было всем удобно. Ну, конечно, всегда будут вылазить свои какие-то определенные нюансы. Без этого никак. Ну, хотя бы... Хотя бы пробовать. Значит, скупилась я немножко. Купила батат. Хочу сделать вам своей новой фритюрнице. А также для фритюрницы купила вот такое. Смотрите. Это спрей с оливковым маслом, которым рекомендуют брызгать все продукты для того, чтобы они были более сочными, с корочкой хрустящей. Ну, вот я, например, запекала картофель и свою грудку. То немножко не свою грудку, конечно, индюшинную. Вот. И получается, она немножко суховата. Так же, как и картофель. Но рекомендуют брызгать маслом. Я, конечно, думала, что 3,30 стоит. Учитывая то, что масло оливковое безусловных денег стоит, я думала, что эта штуковина будет дороже. Ну, нормально. Хотя здесь всего лишь 200 миллилитров. Ну, да. Или посчитать литр сколько будет, то все понятно. Так и выходит. У нас оливковое масло очень подорожало. Почти 10 евро. 9 там с чем-то. Литр получается. Так, у меня дает ветер, поэтому я заканчиваю. Все, я пошла за Артемом и на связи. Так, где моя книжка? Значит так, что я тут делаю? Где моя книжка? Вот она, моя книжка. Совсем забыла. Сейчас буду искать, где тут у нас наш картофель. Так, ладно, буду искать, а то мне одной рукой неудобно. А вообще, Айр, вон она, Айр. Так, Эспаньоль. Нам нужен Эспаньоль. Так как другого языка здесь нет. Итальянский, честь. Вот она, Паттата Фрита. Значит, мы ее сейчас поставим на 200 градусей 11-13 минут. Айр, да, у нас тут. Айр, да. Значит так, 200 градусей давайте поставим. Я буду еще, я буду открывать ее, потому что мне надо будет еще туда засунуть, как он называется, мою курицу. Артем уже сам себе поставил жарить котлеты в нашем новом аппарате. Боже, на 220, Артем, это же много. Нет? Гриль? Боже, даже сам выбрал функции. Ага, значит, это режим такой, да? Понятно. Давай будем колоться. Боже, расьон, посмотрите на его. Пахнет. Темыч, пахнет, сказала Света. Темыч, а то сейчас горит. А ну, нажми на паузу. Сколько ты минут поставил? Солос. Пять? Мне кажется, это будет много для этих котлет. Много 220. Нажми паузу, давай посмотрим, что там получилось. Откроем, посмотрим. Давай. Что? Можно, можно открывать. Нажимаешь паузу, и все. Ну, так же там, вот там. Он смотрел. Подожди, а давай перевернем? Мне кажется, надо перевернуть. О, видишь, да, еще не годится Света. Давай, отлично будет. По минутам Света отлично. Это немного, сырая еще. Три минуты как раз. Давай, Темыч, будем колоться. Так, Света лежит, умничает. Темыч, идем колоться. Света Анатольевна умничает. А что, где остается делать? Да, действительно. Темыч, иди сюда, бери инсулин. Я лежу и ружу. Ну, советы раздаю. побежь. А как-то я еще не садила. А, да, и как-то не садила. Пахнет, пахнет. Темыч, иди сюда, ты танцюрист. Вот так вот. Вот, видите, я вам уже неоднократно показывала, что у меня огромный дневник. Вот такой вот, где я каждый, каждый день, вот у меня две ручки, я синяя, розовая, ну, типа красная. То есть, и вот у меня, смотрите, как расписаны абсолютно все каждый день. То есть, срочно, что я должна сделать, занятия, мои девочек, там, Артема, талоны. Даже я записываю, что я книгу должна прочитать. Короче, записываю, когда не на танцы идти. Когда, ну, то есть, вот абсолютно все, тренировка, тренировка какая у меня. Ну, то есть, это очень важно, там, вот, зайти в банк, позвонить в страховку, работа, книга, просмотреть урок, потому что я учусь. Ну, короче, тут просто вот, ну, абсолютно все. Я вам говорила, вплоть до поставить стирку, сходить, скупиться в супермаркет, и все, абсолютно все. У меня здесь записано, вот, кстати, моя книга, которую я сейчас читаю, Наполеон Хиль, вот, «Дума и богатей». Никак ее не закончу, потому что она немного для меня скучновато. Она интересная, но скучновато. Я вот это ее тащу уже, который месяц, если честно. Вот, так что пью свой магний на ночь, вот. Ага, также, что у меня здесь? Также мне надо выпить свою омегу. Я должна была выпить ее раньше, но, к сожалению, я забыла. Вот, пользуюсь своим чудо-аппаратом. Хороший аппарат, мне нравится. Мыть удобно, все удобно, вообще супер. Единственное, что надо многие вещи, такие как мясо, например, замариновать. Лучше потому, что оно подсыхает. Также я вам уже сегодня показывала, что я купила себе маслечко вот это. Брызгаю. Сегодня сделала батат. Был прикольный, вкусный. Не засох. Так что, вот такие вот дела. Я буду идти, наконец-то, попытаюсь лечь спать. Вам всем желаю доброй ночи и на связи.